Здравствуйте, дорогие читатели! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина 110-летию со дня рождения известного северного писателя Евгения Степановича Коковина предлагает юным читателям послушать новогодний рассказ «Зелёное гостье». Он был опубликован в газете «Северный комсомолец» 1 января 1971 года и больше никогда не печатался. На далёком полярном острове Новый в колхозном посёлке живёт мальчик-гненец Илюша Валей, сын тудрового охотника городского зверобоя. Зимой Илюша учится в школе-интернате, а летом поливозно проводит время на берегу моря в Тудре. Остров Новый холодный, зимой с многомесячной полярной ночью и кипчайшими морозами. Но больше всего страшны здесь ураганные ветры со снегом. Дикое укурга или хак, как называют её ненцы, сбивает человека с ног. Каждую секунду норовить погубить его. А летом непроницаемые туманы. В сумбочное безветрие комары и мошкара слепят глаза, назойливо рвутся в рот, в ноздри, в уши, доводя нам новичков до отчаяния. Зато в летнее безоблаще солнце, день и ночь незакатно бродит по кругу над островом. Все двадцать четыре часа. Хотя остров не сказочный, но его история, его земля, тундра, сопки, скалы и коварные песчаные отмели, его бухты и быстринные речки хранят множество тайн и загадок. На острове ни деревца, ни кустика. Тощая полярная берёза не растёт вверх, а ползучий стелится, и иногда её трудно разыскать даже во мхах. Летом тундра зацветает. Зацветает не ярко, но пёстро. Морожечником, лютиком, маленькой незабудкой. Почти все школьники на острове, немцы и русские, живут в интернате. Особенно нравится Илюше в интернате ребячьей спальни. Кровати здесь стоят ровно в ряд. И беленькие подойдячики заправлены также ровно-ровно. У задних спинок немая линия. У каждой кровати шкафчик-тубочка. В шкафчике в одном отделении хранятся книги и тетради. В другом мыльница, зубная щётка, порошок и всевозможные вещички, назначение которых иногда ведомо одному их родительству. Илюша сидит на школьном кольце и ожидает своего дружка Игоря Иосифова, сына-метеоролога. Он думает о том, что через несколько дней наступит Новый год. О, какой это чудесный праздник! И по прошлому году он запомнился Илюше ярко-цветной, весёлой, прошивной сказкой. Когда в последний день года уроки в школе закончились, директор у школы сказал ребятам, «Завтра наступает Новый год и начнутся зимние каникулы. Сегодня вечером мы все вместе будем встречать Новый год. К нам в гости придут ваши родители. И ещё придёт Дед Мороз и Снегурочка». Тут все ребята зашумели, стали прыгать, плясать, хлопать в ладоши. И никто в этот день их не унимал. Конечно, они знали о Новом годе без заявлений директора. Но уж очень всем хотелось, чтобы он наступил поскорее. У Илюши была тайна. Даже не одна тайна. Во-первых, он знал, что на новогоднем вечере будет ёлка. Никто из интернатских ребят... А Илюша ёлку увидел ещё осенью, когда её по средним весенке везли степохода на боте. Никто из ребят не видел, только один он. Но ему строго-настрого наказали молчать. Во-первых, он знал, что на новогоднем вечере его Илюши в аллее не будет. Ребята удивятся, будут его искать. Не будет Илюши. Зато на вечер придёт белый медвежонок. Вот потешатся ребята, увидев у себя в школе, такого необыкновенного и забавного гостя. Ещё за две недели до Нового года учительница первого класса Валентина Николаевна позвала Илюшу в учительскую и тихонько сказала. Скоро, Илюша, Новый год. У нас будет вечер. Не будет ёлка? Сказал Илюша. А ты откуда знаешь? Знаю. Сам видел. Когда степлоходы её привезли. Её украсят лампочками, да? Обязательно. Только молчок. А для новогоднего вечера ты придумай себе какой-нибудь костюм. Нарядись зайцем или котом сапога. Помнишь о сказке? Придумаешь? Ладно, придумаю, согласился Илюша. Я оденусь охотником. Ну вот и хорошо. Одинся охотником. Но дома он увидел в школу молодого медвежонка, убитого отцом ещё несколько лет назад. Вот если бы стать медведем. Ну, подумал Илюша. Мать Илюши раньше училась на Январе. Теперь она работала в библиотекаре. Часто ходила в школу и даже была членом родительского комитета. Конечно. Она же сразу же согласилась сыну помочь. Через несколько дней костюм белого медвежонка был готов. О, какой это был костюм. Когда Илюша его надел, никто никогда не догадался бы, что это мальчишка, залезший медвежонку в школу. И ещё несколько дней отец обучал Илюше учать и учать про медвежонку. Когда Илюша после уроков пошёл домой, Игорь Иосифа спросил у приятеля. «Ты на вечер когда пойдёшь?» «А я не пойду», – схитрил Илюша. «У нас дома будет свой вечер». Игорь был озадачен. Но он сказал Илюше, что заболел и сейчас дарит спать. А на самом деле дома у него уже был приготовлен костюм клоуна. «Не будет Игоря на вечере. Будет цирковой клоун». «Ну, Илюша, не проведёшь». Он, конечно, сразу же догадался, чем заболел Игорь. И тогда он напрямик спросил. «А ты кем оденешься?» Игорь сделал вид, что ничего не понимает. «Я спать буду. Голова болит, температура». «Ври!» Тогда Игорь не выдержал. «А ты кем оденешься?» «А это секрет. Знаю, ты оденешься зайцем», – сказал Игорь. «Сам ты заяц!» Так мальчики разошлись, не выведом друг у друга секретов. Вечером в школу пошли вместе. Илюша, отец и мать. Было темно, начиналась пурга, и они не боялись, что Илюша заметят необычные бездвижные одежды. У полица школы Илюша спрятался за углом, а отец надел маску. Мать пошла в помещение. «А где же Илюша?» – спросил директор, хотя хорошо он знал, что сын Валерин должен прийти в костюме. «Не знаю», – усмехнулась мать Илюша. «Он давно убежал в школу». Их провели в зал, где уже собралось много отцов и матерей школьников. Оленеводы, охотники, рыбаки, работники метеорологической станции и фактории, врач, фельдшер, киномеханик. Слово, почти все население обоих поселков. А вокруг еще не зажженной елки бегали и кричали, плясали, пищали и пели на все голоса. Заяц, лиса, песец, бармалей, тетка Федора, доктора Эболит, красная шапочка, Ваня Васильчиков, Чиполина, синьек, помидор и какое-то подобие крокодила и бегемота. «И не похож, и не похож!» – прыгала около нильского зверюки хитрая лисичка. «Такие крокодилы вовсе не бывают!» «А-а-а-а!» – кричал крокодил. «Уходи-ка ты домой, а то никак налечу, растопчу и проглочу!» «А-а-а-а!» Бегемот, как и крокодил, ходил на задних лапах, но он был так легковесен, что при столкновении с зайцем свалился на пол. «Вот видишь, Филя?» – оборченно шептала Валентина Николаевна, поднимая бегемота, и говорила, что тебе лучше быть белочкой. «Не ушибся?» «Как на Кремлёвских башнях звездой убиралась потолка. Населял и угрожал ёлку целый мир стеклянных картонных зверят, птиц, рыб, цветов и фруктов. Дверь отворилась, и в зал вошёл высокий бородатый человек, полушубки, шапки, шапки. Все подумали, что это явился на новогодний праздник Дед Мороз. Но это был не Дед Мороз, а вожак с белым медвежонком. Медвежонок был на цепи и ходил на задних лапах. Почти все жители Заполярного острова увидели живых белых медвежат. И потому никто не сомневался, что гость к ним пришёл настоящий. Вероятно, медвежонка, думали многие, появились в метеорологической станции. А через несколько минут на праздник, наконец, пожаловал Дед Мороз и с ним губочкой. Он много поздоровывался со всеми, кто был в зале, поздравил всех с наступающим Новым Годом и подошёл к электрическим выключателям. Миг и показ свет. Щёлк и лесная красавица ёлка осветила десятками разноцветных лампочек. Нет такого праздника, такого великолепия никто из обитателей острова ещё никогда не видел. В это время вожак увёл медвежонка, а вскоре в зале появился Илюша Валей. В общем, веселье и шуме немногие раньше замечали его отсутствие. И теперь совсем немногие догадались, почему медвежонок Илюша не могли быть на празднике одновременно. А вожаком у медведя был Илюшин-отец. В школе было светло, тепло, весело, празднично. А по острову буйно разгуливала злая пульга. Но никому из ребят сегодня до неё не помню. Субтитры подогнал «Симон»